С 2018 года Министерство реализует проект по созданию новых молодёжных научных лабораторий. В России в постсоветский период сформировался падающий тренд численности занятых в исследованиях и разработках. Поэтому усилия, которые в последнее время последовательно предпринимаются в этой области, направлены прежде всего на привлечение молодёжи в науку. За прошедший период с момента реализации национального проекта эта инициатива разворачивалась условно в три этапа. И каждый из этих этапов имел свой фокус, но при этом неизменно всегда оставались базовые требования. Во-первых, тематика лабораторий всегда соответствует приоритетам стратегии научно-технологического развития. В неё привлекаются молодые сотрудники. Лаборатория не менее 10 человек, из них две трети. Это сотрудники до 39 лет. В начале 2018 и 2019 акцент ставили на создание лабораторий в ведущих академических институтах. Позднее, в 2020 году, молодёжные лаборатории появились в университетах. Ещё через год приступили к третьему этапу реализации нацпроекта. Здесь уже в фокусе этого этапа была поддержка технологических программ научно-образовательных центров мирового уровня. По вашему поручению, уважаемый Владимир Владимирович, мы создали 15 таких научно-образовательных центров, так называемых НОЦов, и хотели их на старте поддержать. Поэтому придумали такую возможность запустить программу создания лабораторий комплементарно к созданию научно-образовательных центров. Лаборатории создавались в развитии выбранных регионами технологических проектов, обеспечивающих трансформацию их региональных экономик. Это принципиальный момент. Регионы инициировали научные исследования, исходя из практической ценности для себя. В рамках проекта «Большой Саров» с конца прошлого года приступили к реализации программы Национального центра математики и физики, рассказал министр. На территории институтов города уже созданы шесть новых молодёжных лабораторий, которые ведут фундаментальные исследования в областях, необходимых для развития технологического потенциала Сарова. Таким образом, в три этапа на сегодняшний день было создано 500 новых молодёжных научных лабораторий, из них в научных организациях 344, в наших университетах 156. С момента организации первых лабораторий уже прошло три года, и в этом году мы планируем самым внимательным образом провести оценку полученных результатов. Но уже первый обзор показывает, что новые лаборатории превосходят средний уровень научной продуктивности в структурных подразделениях в организации, где они созданы, по таким параметрам, как объём привлечённых средств, как от бизнеса, так и собственных специальных фондов, я имею в виду Гранд РНФ, ну и, конечно, по количеству и качеству публикаций. Завершая встречу, президент России заметил, что научные публикации, безусловно, важны, но далеко не единственный критерий оценки результатов научной работы. В будущем важно подобрать дополнительные инструменты оценки.